Сегодняшняя тема очень актуальна. Я думаю, что она вызовет бурные дискуссии в нашем чате. Мы говорим сегодня о гневе. Гнев – это один из самых, как мы знаем, тяжелых человеческих пороков, однако, опять же, мы все в этой лодке, мы все иногда испытываем гнев, мы все иногда виним себя за этот гнев, но мы люди, и мы испытываем это чувство. Гнев также бывает здоровым и нездоровым. Нездоровый гнев, мы все прекрасно знаем, как он выглядит. Да, мы не можем смеяться с тем, что не пошло по нашему плану, и поэтому мы входим в состояние гнева. Здоровый гнев тоже бывает. Мы знаем, например, такого героя Танаха, как Пинхас, у которого был гнев за Всевышнего. То есть гнев праведный – это когда я вижу какую-то несправедливость в мире, и я не могу с ней просто спокойно спать, я делаю что-то с этим, и тогда это здоровый гнев. Конечно, сегодня мы будем говорить не про здоровый гнев, потому что с ним все хорошо, мы будем говорить про самый обычный нездоровый гнев, который, к сожалению, часто мы ощущаем взрослые себя. Почему человек чувствует этот гнев? Чаще всего, как я сказала, это связано с тем, что у человека пошло что-то не по его плану. Мы все хотим рулить, мы все хотим контролировать, мы хотим планировать и чувствовать, как наши планы реализуются. Когда что-то зайдет не по нашей схеме, мы часто чувствуем гнев и разложение. Давайте поговорим о четырех вещах, которые помогают нам сдержать гнев и не взорваться, как мы иногда делаем. Первая рекомендация – это, безусловно, переждать, переждать. Мы прекрасно знаем, что иногда достаточно выйти на улицу, подышать или уйти в комнату, подумать, сделать глубокий вдох или выпить чашку кофе, чтобы уже не так реагировать на ситуацию, потому что гнев – это игра на время. Если мы в эту секунду не реагируем, чаще всего через буквально 15-10 минут мы отреагируем совершенно по-другому. Вторая вещь, которая помогает в борьбе с гневом, она называется «видение последствий». То есть, когда мы на секунду подумаем, как отразится мой гнев на этих отношениях, на этом ребенке, на том, что я создавала так долго, иногда мне не захочет уже ничего говорить, потому что я понимаю, насколько гнев пагубно повлияет на мои отношения с людьми и мои отношения с собой, потому что я очень часто потом буду винить себя за это неправильное поведение. Третий подход, третья реакция – это просто вылить свою энергию каким-то более хорошим образом. И кому-то помогает бегать, кому-то помогает делать какие-то физические упражнения. То есть, мы просто даем выхлоп той негативной энергии, которая есть внутри нас. Очень важно, что иудаизм говорит о том, что этот выход энергии не может быть негативным. То есть, мы не должны бить по суду, мы не должны кричать, чтобы наш гнев вышел, потому что такие вот негативные проявления, они, наоборот, раскручивают наш гнев. То есть, мы думаем, что мы сейчас разобьем тарелку и ему успокоимся. На самом деле, когда человек в гневе что-то делает, ему хочется, он не может остановиться, он делает еще, 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 и это очень пагубно влияет на его состояние. И последняя, четвертая вещь, которую стоит делать, когда есть гнев, это вспомнить вообще, как ты выглядишь в гневе. Потому что, если мы вспомним себя в гневе, к сожалению, мы похожи на животных, мы не похожи на себя, на нас страшно смотреть. И если мы представим себе, что в этот момент человек, которого мы уважаем, очень сильно заходит в комнату, мы захотим спрятаться, чтобы он ни в коем случае не видел нас в таком состоянии, потому что это правда очень стыдно. И поэтому, когда мы себя представляем в этом состоянии, насколько мы не нравимся себе и тем более Всевышнему в этом состоянии, да, нам сразу хочется что-то поменять. Это такие четыре маленьких рекомендации. А сейчас давайте попробуем проработать гнев. Мы заново открываем глаза, уходим внутрь себя, расслабляемся. Я знаю, я понимаю, вы пишете об этом, что тяжело вспоминать тяжелые истории, тяжело вспоминать негативные поступки, но очень важно, что мы это делаем, не для того, чтобы, опять же, выйти в депрессию и сказать, какая я плохая, мы это делаем для того, чтобы посмотреть на них иначе, поменять что-то внутри себя и стать лучше, в конце концов. Поэтому давайте расслабимся максимально, почувствуем такую волну облегчения, волну релаксации, волну расслабления. Давайте сегодня попробуем действительно расслабить по одному каждую частичку нашего тела. Начнем с головы, выпустим из нее все тяжелые негативные мысли, расслабим глаза, расслабим рот, расслабим шею, диафрагму, грудь, живот, спину, плечи, руки, пальцы рук, ноги, ступни, пальцы ног. Почувствуем себя просто таким вот единым каким-то организмом, единым телом, который проваливается в стул, и внутренне мы тоже проваливаемся в такое приятное ощущение состояния, когда мы в контакте с самим собой. Давайте в этом состоянии вспомним себя в состоянии гнева. Какую-то сцену, которая была недавно или давно, это непринципиально, когда вы, к сожалению, не смогли сдержаться, вы накричали на кого-то или внутренне ощущали себя разгневанным. Вспомните, как это было. Почувствуйте ощущение ужасное во время этого гнева, после этого гнева, свои мысли о том, зачем вы это сделали. А теперь представьте себе, спросите себя просто, была ли это альтернатива, могла ли я поступить по-другому. Как бы выглядела эта ситуация, если бы я сдержалась, если бы я поступила по-другому. Ушла бы, подождала бы, отреагировала через какое-то время, представила себе последствия. Поняла, что это не мой театр, поняла, что да, пошло все не по плану, но я достаточно взрослый, зрелый человек, чтобы мочь сцепить это неудобство. Я не маленький эгоистичный ребенок, который, как только что-то пошло не по плану, начинает истейку и биться ногами об пол, и кричать на всех, что он всех ненавидит. Я взрослый человек, который может жить с тем, что ему что-то некомфортно, что-то не нравится, отдавая руль управления Всевышнему. Попробуйте почувствовать, что у вас есть силы для того, чтобы пережить эту ситуацию, она не убьет вас. Таких ситуаций было много в вашей жизни и будет еще много. И представьте себе еще раз ту же самую ситуацию, и как вы не уходите в гнев. Вам неприятно, вам может быть больно, вам некомфортно, но вы сознательно выбираете не гневаться. Любую другую реакцию, но не гневаться. Почувствуйте, что происходит, как это откликается внутри вас. Стало ли легче дышать? Самое важное, что эта история, возможно, с чуть-чуть небольшими изменениями еще обязательно повторится в вашей жизни. Попробуйте сделать так, чтобы в этот раз вы не разгневались, а выбрали какую-то более здоровую альтернативу. С этим пониманием, осознанием на счет пять. Давайте я делаю глубокий вдох. Четыре. Почувствуйте, как ваши ноги касаются пола, спина касается спинки стула. Три. Возьмите какое-то одно слово, одно ощущение, которое у вас было за эту медитацию, с которым вы хотите выйти из этой медитации. Это может быть слово осознание, понимание, или еще какое-то слово, которое вам близко. И на счет один давайте рукуем глаза. Скажите, пожалуйста, получилось ли это? Смогли ли вы представить себя в другом состоянии в этой ситуации? И насколько вообще эта медитация откликнулась вам? Буду благодарна. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода